Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию без модов, где сегодня мы будем рассматривать такую маленькую команду, но которая добавляет в ваш мир за одну секунду деревню в 10 раз лучше, чем в стандартная ванильная деревня, и также с новыми жителями, потому что жители будут необычные, а с новыми текстурками. Ребята, это крутая команда, хоть и маленькая, но мне она действительно понравилась, потому что вы просто-напросто сможете так расстроить вот эти деревни вокруг своего дома в вашем сезоне, в вашем Майнкрафте, чтобы просто-напросто вам не было скучно жить. Ну, если вы уже просто-напросто нервны из-за того, что не можете найти какую-то деревню в каком-то биоме, а просто за одну секунду взяли и заспавили ее. Да, ребята, но перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить лайк, ведь каждый ваш лайк для меня очень сильно важен. Я даю вам свое слово, ребята, свое слово, то что если сегодня мы наберем тысячу лайков на вот этой серии, то завтра утром, прямо с утра выйдет новая серия без модов, где мы будем рассматривать еще намного круче команду, чем вот эту. Я даю вам, ребята, свое слово. Просто-напросто я буду очень сильно рад, если вы меня поддержите. Также каждый подписчик для меня очень большой друг. Я люблю и уважаю вас, мои подписчики, поэтому я буду очень сильно рад, если ты еще не подписан, но подпишешься на мой канал. Это одна кнопочка, одна секунда, даже-даже вот-вот-вот-вот тут, чувак, вот тут, видишь, есть маленькая кнопочка, нажми, и прям мир станет чуть-чуть светлее. Ребята, а мы приступаем к самой команде. Ну что, давайте приступим в первую очередь, как выдать себе командный блог. Многие не знают, я не говорю то, что именно ты, но многие меня спрашивают, Эдисон, как же выдать себе командный блог? Вот так, это все очень просто, вот такая команда сделала. Сделайте скриншот или еще что-то, вот так. Пишите, писывайте, и все, замечательно. Давайте поднимемся на небольшую высоту. Давайте поднимемся вот сюда. Потому что, потому что это, наверное, одна из самых красивых, самое, самое красивое создание вообще вот этой махины с команды блога, которую я только видел. Это, ребята, если честно, вообще офигеть. Но сначала дайте я выключу чат, потому что в чате будет большой флут о создании вот этой команды. Но все же, ребята, вот так ставим командный блог и в первую строчку вписываем команду. Команда уже есть в описании, вам нужно зайти, скопировать ее и ставить вот так же в командные блоки, и все, и все. И это все, ребята, у вас будет работать. В принципе, ничего тут такого сложного нет. Я надеюсь, вы не слышали, как там машина за окном проехала. Если да, то извиняюсь, ребята, я просто забыл закрыть окно. Упс. Ну, мы сразу же нажимаем. Вот, нажали. Уже, наверное, она активировалась. Давайте все-таки я включу чат вот сейчас, чтобы просто-просто. Вот, да, она активировалась, я надеюсь. И сейчас мы ее должны включить. Да, но я не туда блок поставил, нужно было сюда, наверное, вбок, но я надеюсь, что все-таки это все будет работать. Ребята, с этой командой вам даже в чат пишет, сколько осталось секунд до конца установки. То есть, знаете, как будто вы качаете какую-то игру и вам пишет, сколько секунд осталось до конца скачивания. Это вообще офигеть, ребята. И все. И вы сразу в ту же секунду поймете, как установилась команда и когда она действительно уже начала работать. Потому что вам выдается снежок, зачарованный снежок. Но это не обычный снежок, ребята. Это не обычный снежок. Это снежок, который... Который одним броском вы сможете создавать целые деревни, ребята. Да, целые деревни одним броском снежка. Зависимо, в какое место вы кинете, то там эта деревня и создаться, да, создадится. Ну, лучше всего кидать его и создавать деревню, конечно же, на плоской поверхности. Допустим, в тех же равнинах. Потому что деревня там будет намного красивее выглядеть, чем тут. Но все же, ребята, давайте даже попробуем вот тут. Давайте кинем вот, допустим, в эту овечку. Или, или, или вот сюда. Вот сюда. Опа. У вас на глазах за секунду создается целая деревня, ребята. За секунду. Разве это не круто? Она мне очень сильно понравилась, эта команда, ребята. Это центр деревни, как я понимаю. Вот, хотя, ну как центр? То есть, если вот так посмотреть, смотрите, насколько это большая деревня. Тут не две, тут не три хижины. А тут намного больше. И также, давайте, ребята, посмотрим, какие тут чудики. Ребята, тут даже дивули будут. Тут даже дивули будут. Да. Да. В этой деревне вы себе уже даже цыпочку сможете найти. Да, и можно даже какие-то, какие-то отношения закрутить. Да, ребята. И что самое главное, они не насастые. Да, у них нету такого пениса. Ну, наверное, вы на себе не будут показывать. У них нету такого большого пениса на лице. Поэтому, поэтому это даже не очень круто выглядит. Давайте посмотрим, что же вы сможете найти в их хижинах, домах. Обычный верстак. То есть, ничего такого особенного нет. Давайте сначала облетаем вот эти. Вот эти с булыжника, да, камни. Дома с булыжника камнями, да. Но вот тут чудики. В принципе, Weapon Smith. Они продают, мне кажется, такие же. Они торгуют тем же, что и торгуют обычные виллиджеры, да. Но... О, вот, смотрите. Ребята. Вы же не только сможете найти сейчас верстак. А также вы увидите то, что есть даже небольшой шанс, что вы сможете найти зачарование. Ребята. Вот играйте в своем... Своем выживании, да. Создали, допустим. Пришли, вскопнули, забрали, убежали. Офигеть. Давайте еще посмотрим. Еще одна, ребята. Еще одна. Я там еще где-то видел золотой блок, ребята. Кто-то его видел? Где-то он по центру стоял, но я не помню, где он был. О, здрасте. Здрасте, девушка. Где-то он был, но я не помню. А мне интересно, есть ли тут вообще какие-то сундучки? И можно ли тут что-то еще... Еще намного что-то круче найти? Или просто вот... Я где-то видел золотой блок. Где он был? Вот он, ребята. То есть, как вы видите, вы еще можете стейпзить себе один золотой блок. Это действительно круто, но, как вы видите, вряд ли вы тут сможете найти какой-то... Здрасте. Вряд ли вы тут сможете найти какой-то крутой сундучок с прям нереальным количеством ресурсов или с нереальным количеством каких-то необходимых вам блоков. Но все же вы сможете тут найти очень приятных даже на вид виллиджеров, потому что они действительно очень круто выглядят. К тому же вы еще даже и девушку тут сможете найти. Это офигеть как круто. Также вы сможете себе натырить просто столы зачарования, и это тоже очень круто. Мне интересно, что это такое. Это, наверное, просто центр, это даже уничтожить нельзя. Это, наверное, просто центр деревни. Но мне кажется, больше вы тут ничего не сможете найти, только вот эти ресурсы. Хотелось бы, если честно, чтобы тут еще намного больше чего было. Давайте мы тпхимся в одно место, которое я уже специально нашел. Это равнина. Но перед этим, ребята, я вам покажу, что будет, если накидать кучу снежков в одно место. Смотрите, что у нас получилось. Это, знаете, как будто постройки в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Там есть вот такие всякие, можно сказать, бедные районы, где прям дом на доме, дом на доме, дом на доме построен. И вот это действительно выглядит как будто вот это. Или, знаете, что-то в итальянском стиле. Знаете, вот такие старые домишки, такие старые райончики в Италии. Где бабушки, дедушки сидят на скамейках, да, разговаривают целыми днями. Проходит какой-то чувачок по улице, пьет пиво. Вот тут прям какие-то улицы крутые, даже дома в воздухе. Мне кажется, если кинуть, то еще намного больше. Да, а ну давайте. Главное, чтобы у меня компьютер не сгорел, если мы сейчас тут заспаним. Или все, или больше уже нельзя, потому что смотрите, что мне пишет в чате. То, что меня нашли, кто-то меня ищет. Мы нашли Эдисона, да. Мне кажется, больше нельзя кидать, потому что это было бы уже чересчур, если бы можно с этих домишек построить прям, знаете, не воскреб какой-то. Было бы и круто, но все же, но все же, да. Вот, ребята, а сейчас давайте попробуем заспавить где-то в равнине. О, и также там у нас пустыня есть, даже в пустыне попробуем. Давайте попробуем вот тут, вот. Я кинул, конечно, сюда, она заспавилась вот тут. Но все же, в равнине это выглядит еще намного круче. Потому что тут действительно они прям расположились в таком месте, где подходят друг к другу по сочетанию. То есть один тут, один тут, один тут. Нету все на одной куче, как это, например, было на горе. Потому что там все-таки поверхность не очень ровная. А вот тут намного лучше. И вот это действительно будет очень даже круто, если, например, вы построите где-то дом вот тут. Ваш дом вот тут будет на вот такой небольшой возвышенности, да. Как будто вы король этой деревни. Потом будете спускаться, построите себе тут какую-то лестницу такую, с горы спускаетесь. Тут круто все, знаете, обустроите. Вот отсюда дорожка будет идти к этому дому. Отсюда к этому, отсюда к этому. И как это отлично заспавилось, потому что тут в центре есть большая территория. Вы тут сможете построить главную площадь. Допустим, построить какой-то фонтан. Потом деревья вот тут по кругу. И фонари вот тут возле деревьев. Это реально будет круто. И вы будете такие спускаться с своей горы, как будто король. Ну чё, холопы, а? Платите за свои коммуналки. Да? О, носастый. Всё-таки есть один чувак с пенисом вместо носа. Но вот этот уже нет. В этого нет. Главное, чтобы девчонки с пенисом. Плату как-то не очень трансвестит там в городе ими, да? Всё же я хочу найти какой-то сундучок, но вряд ли он будет. Мне кажется, всё, что вы тут сможете найти, это только зачаровалки и один золотой блок. Но будем надеяться, что создатель этой команды всё-таки будет дальше продолжать усовершенствовать вот эту команду. Потому что она действительно очень крутая и было бы намного лучше, если бы не только... Сколько у нас тут домишек? Один, два, три. Три разных дома, но действительно они строятся очень даже круто. Но что самое главное, ребята, вы сможете вот так понастроить. И у вас прям действительно получится большая деревня, и вы сможете даже свой город какой-то построить. Это действительно будет очень даже круто. Вот смотрите, если вот так накидать сюда. А, значит, оно спамит, наверное, там, где я нахожусь в том... Да! Мне кажется, оно спамит в том месте, где я нахожусь... Главное, не уничтожить эту схему. Оно спамит в том месте, где я нахожусь, а не в том месте, куда вы скидаете снежок. Потому что, допустим, если я нахожусь вот тут... Давайте попробуем. Если я нахожусь вот тут, да, вот тут... А кину снежок вот туда... То оно все же и так, и так... Вот! Поэто... А-а-а! Да меня только сейчас доперло. Башку скелета спамит под нашими ногами. Поэтому... Поэтому, ребята, она тут спамится. То есть деревня спамится у вас под ногами, а не там, куда вы кинете снежок. Понятно. Сейчас, ребята, все ясно. Ну, смотри, как это круто выглядит. То есть вы сможете создать прям большущую деревню. Большущий город за 10 секунд, ребята. Вряд ли вы сможете найти столько жителей в Майнкрафте за сколько? За пару минут вряд ли это вы сможете найти. Давайте даже скриншотик сделаем. Потому что это реально круто, ребята. Это реально круто. Крутая команда. Хоть она и очень маленькая, но все же стоит внимания и небольшого вот такого обзора. Да, ребята. На этом, к сожалению, мы уже будем заканчивать. Но все же не расстраивайтесь. Вы можете смотреть видео без модов хоть каждый день. Это зависит только от моих подписчиков. Потому что если ты поставишь лайк, может твой лайк будет и последним, который повлияет на выход серии. Если мы наберем тысячу лайков на вот этом видео, то я вам даю свое слово Эдисона. Слово Эдисона своим любимым подписчикам. Потому что завтра выйдет новое видео без модов. Да, ребята. И выйдет оно или нет, зависит только от вас. Также, ребята, вы просто-напросто сделаете мне приятным. Потому что каждый ваш лайк для меня очень сильно важен. Он дает прям большую швей мотивацию для записи новых видео. Также не забавим подписываться на мой канал. Вот тут есть, вот тут есть кнопочка красненькая. Просто-напросто нажмите, кто еще не подписан. Это одна секунда вашего времени. Но вы действительно сделайте меня сейчас любимым. Потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружбу семью. Каждый подписчик для меня друг. Поэтому, если у тебя есть желание со мной пообщаться, подпишись. И можешь даже оставлять комментарии. Можешь даже оставлять свои вопросы в комментариях. Потому что я общаюсь с каждым своим подписчиком. Если у тебя есть какой-то вопрос, ты можешь его задать. И я обязательно на него отвечу. А мы, ребята, к сожалению, заканчиваем. Еще расскажу то, что ссылочка на команду есть в описании. Заходите, копируйте и наслаждайтесь своими деревнями. И вы прям будете им править. Да, ребята, да. Но всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.